Мы сейчас будем продолжать предыдущую тему и дальше перейдём вообще к взаимодействию координатора с волонтёром. Предыдущая тема у нас была в собеседовании. Давайте тогда быстренько для воспоминания какие мысли вы из прошлого раза вынесли? Какие идеи, какие мысли, что взяли на заметку про собеседование? То, что есть обязательно правила, и хорошо бы заранее, конечно, прописать все эти правила, что важно именно для нашей организации, в которой мы работаем, потому что, отталкиваясь от этих правил, уже можно говорить волонтёрам, почему они могут, допустим, не подойти. То есть есть какие-то такие критерии. И это не те, которые... ...дела из главы, а это непосредственно зафиксированный официальный документ. Написано на бумаге и подписано. И более того, можно не только отказывать на этом основании, но и говорить в момент деятельности, дорогой, ты же подписал правило. Оно сказано, что вот этого мы не делаем. Я запомнила самое главное. Сектантов мы не берём ни в каком случае. Есть. Так, кто ещё чего запомнил? Ну, что помимо собеседования, в принципе, с человеком, который подбирает волонтёров, ещё отдельно должно проводиться собеседование с координатором конкретной группы. Ага, спасибо большое, Руслан. Да, сейчас мы будем об этом специально говорить. Спасибо большое, друзья. Знаете, тут такая важная вещь. Во-первых, про отказ, на каком этапе мы говорим. Если мы говорим на этапе отказа собеседования первого общего, да, тут вообще у нас, например, в Даниловцах все отказы происходят очно, лично, да, то есть мы не отправляем, не отправляем, ну, вот, как знаете, на работе собеседования, когда там спасибо вам большое, мы вам пришлём ответ, да, согласны мы или нет. У нас такого нет, у нас все отказы очные, но, вы знаете, я тут скажу такую вещь. Реально есть люди неадекватные, есть люди агрессивные, есть очень агрессивные. Ну, я думаю, что это люди с какими-то нарушениями, да. И на самом деле я понимаю те организации, которые, ну, вот, присылают, знаете, как вот на работе. Там, благодарим вас, да, но вы нам как бы не подходите. Потому что, например, в правилах, и в Даниловских правилах, да, есть такой пункт, который удивляет тех, кто читает его первый раз. Пункт о том, что у нас и координаторы на собеседовании, и потом в дальнейшем координатор волонтёрской группы может отказать без объяснения причины. Вот люди, которые первый раз это правило читают, они обычно, ну, удивляются, говорят, что это как-то нехорошо. Но на что я всегда поясняю, что, конечно, если есть возможность как-то объяснить человеку, особенно это касается координатора волонтёрской группы, потому что я всегда за то, чтобы координатор волонтёрской группы, когда уже это его волонтёр, и я сейчас говорю о ситуации, когда это уже в процессе идёт, да, когда, например, там волонтёр проходил месяц, и потом что-то случилось, да, то координатору лучше всего отказать самому лично, естественно, проговорив, и это безусловно. Но в ситуации, когда вот такой как бы первичный, бывает, что важно отказать без объяснения причин. И даже, в принципе, координатор лично отказывая, может использовать адекватный, он не понимает, за что ему отказывают. То есть бесполезно в таком, по крайней мере, у меня таких много было ситуаций, когда человек, видно, что у него какие-то, ну, сложности. И человеку можно попытаться деликатно объяснить, я так всегда стараюсь как бы делать, да, но далеко не всегда слышат. Вот у меня был случай, как раз вот ещё буквально за несколько недель до того, как на карантин все ушли, пришла очень женщина, очень агрессивная, очень неадекватная, я уже была готова к тому, что она полезет драться на собеседование. Я бы не удивилась, я прям стояла и ждала этого, но как бы всё обошлось такой вербальной агрессией. Но это был просто такой яркий очень пример того, что человек ничего не слышит, ничего не понимает, и на любую попытку объяснения он придирается к любому слову. Да, ну, грубо говоря, там, ребят, там, не знаю, сейчас, например, ваша там, не знаю, ваша телекоммуникация не подходит для нашей группы. А что такое с моей коммуникацией? А что, как бы, да, а что я не так делаю? И так на любой вопрос вам будет отвечать вот человек, ну, с подобными какими-то нарушениями, я не знаю, как-то ещё сказать. Поэтому вот это правило, попытаться, поэтому это правило, что можно отказать без объяснения причин, оно на самом деле важно его иметь, потому что если у человека какие-то сложности и проблемы, бесполезно будет объяснять, почему и в чём причина. И, кстати, ещё в тему того, что вот Блида говорила о том, что я говорю, что координаторы могут прислать ко мне, я откажу, ну, как бы, это возможно теоретически, но я всегда за то, чтобы координаторы говорили это сами, потому что, если особенно речь идёт про, ну, какие-то уже отношения, когда уже какие-то отношения сложились, потому что, ну, формальный отказ от руководства, ну, как бы, он возможен, но он обычно, как бы, ну, вызовет только какую-то агрессию лишнюю, ненужную. Вот, друзья, я, может быть, сбивчиво объясняю, если какие-то вопросы есть, то задавите, пожалуйста. Потому что отказ – это тема очень важная, но она специфическая, её достаточно, ну, о ней сложно сказать коротко, потому что очень разные ситуации бывают. У меня есть вопрос, можно? Да-да. А что если, то есть бывает такое, что волонтёрам не отказывают? Просто вот у нас, допустим, в Фонде такая ситуация, что мы максимально пытаемся сохранять волонтёров, и в ситуациях, когда совсем критично, очень сложно отказывать. То есть всё-таки кто это должен делать? Кто должен совершать вот этот вот важный шаг вращения с волонтёром? Если это, ну, я не знаю, какая у вас ситуация, потому что, ну, почему вы пытаетесь всех сохранить? Потому что, говорю, если, ну, речь о социальном волонтёрстве, и о том, что волонтёр будет потом там не заборы красить, условно говоря, а взаимодействовать с людьми, то, к сожалению, в социальные волонтёры приходит очень много людей, ну, как минимум с непрокачанными коммуникативными навыками, как максимум людей реально неадекватных. Да, и таких достаточно много, особенно вот за последние, кстати, года два это участилось, может быть, в связи с тем, что о волонтёрстве стало больше людей узнавать, да, и таких людей, ну, как бы нельзя просто допускать, да, к нашим подопечным и вообще во взаимодействии в волонтёрскую группу. На момент, кто должен отказывать, сейчас мы говорим о ситуации, когда HR, да, первое собеседование с HR, то отказывает HR, да, потом, когда второе собеседование и координатор волонтёрской группы собеседует, соответственно, отказывает координатор, то есть отказывает тот, кто проводит собеседование или потом в дальнейшем в чьей группе, как бы, грубо говоря, чей начальник, чьим начальником является волонтёр, которому собираются отказать. Вот всё просто. Мы говорили в прошлый раз, что это качели. С одной стороны, да, Аксен, с одной стороны, это желание иметь больше волонтёров, а с другой стороны, риск перед подопечными. И всё-таки безопасность подопечных важнее, чем ваше желание иметь всех волонтёров. И тем более ваше желание быть очень добрым и никому не отказывать. Сейчас замечательная, очень наглядная ситуация про мотивацию волонтёров и про отказ. Сейчас запустилась программа «Социальный помощник». Волонтёры, которые ходят, носят продукты одиноким людям, да, продукты выгуливают собак и так далее. Как только объявили жёсткую самоизоляцию, количество людей, которые хотят стать этими волонтёрами, увеличилось в разы. Количество отказов этим людям увеличилось пропорционально. Потому что люди приходят не потому, что они хотят помочь, а потому, что они хотят погулять. И, соответственно, риски на местах тоже увеличились. Да, и вот там 70 беседований, 5 отказов. Это к вопросу о том, что мы берём всех, кто хочет стать волонтёром. Всё будет хорошо, ничего не бойтесь, вперёд. Вот риски всегда важно отслеживать. И сейчас мы попросим Алёну рассказать, собственно говоря, про то собеседование, когда координатор впервые встречается с волонтёром, и, собственно, он сам уже понимает, готов с ним работать, не готов, как это понять, о чём говорить. Второе собеседование с волонтёрами. Да, друзья, у нас такая небольшая ещё тема вторая. Повторюсь, речь идёт о собеседовании координатора волонтёрской группы. То есть в прошлый раз мы с вами говорили о том, когда HR принимает собеседование первичное. И вот сейчас мы говорим о той ситуации, когда HR принял волонтёра, дал ему, например, человек говорит, я хочу в детский дом номер 28. Хорошо, всё, волонтёр адекватный, все документы заполнены, всё объяснено. Я, как HR, даю телефон координатора детского дома номер 28 волонтёру и со своей стороны тоже предупреждаю координатора о том, что вот Миша Иванов к тебе записался, вот его номер, жди звонка. Ну или координатор сам может позвонить, но обычно волонтёр сам связывается. И вот сейчас мы говорим о собеседовании координатора, о втором собеседовании координатора. Что тут важно сказать? Очень важно место проведения собеседования. Я в свою бытность координатором Российской детской клинической больницы, пять лет я была координатором в РДКБ в разных отделениях, я всегда проводила собеседование волонтёров в кафе. И я вот всем всегда советую тоже, когда на всех семинарах, которые я провожу по поводу собеседований проводила, я всегда очень рекомендую именно этот формат. Почему? Я глубоко убеждена, и весь мой опыт координаторский, он это подтверждает, что от проведения второго собеседования, о том, как оно будет проведено, насколько качественно, насколько в уютной обстановке, будет зависеть дальнейшее взаимодействие с волонтёром. Потому что вообще не все понимают смысл проведения второго собеседования именно координатором. Или говорят, ну там чего, у метро встретимся, там 10 минут идти, за 10 минут мы поболтаем. Что там особенно узнавать? Привет, ты Миша, я Вася, вот мы к детям ходим, да, собственно, всё, пошли. Но так говорят люди, я думаю, у которых либо нет опыта социального волонтёрства, либо он очень небольшой. Почему? Во-первых, я неоднократно сталкиваюсь с ситуацией, что собеседование первичное в движении, когда проводят HR, волонтёры новые воспринимают очень часто как собеседование на работу. То есть человек там одевает костюм, да, как-то очень так внутренне собирается и ведёт себя на собеседовании очень так, ну вот я сейчас говорю о людях нормальных, да, адекватных, ведёт себя очень так, ну, официально, скажем так, вот там, да, там, здравствуйте, я хочу помогать людям, тра-та-та, да, ну, то есть, как бы, произносит такую официальную речь и, по большому счёту, если с человеком внешне всё нормально, если он говорит, как бы, адекватные, правильные вещи и, в общем, ничего, ничем себя не выдаёт, да, а если учитывая, что ещё на собеседовании, там, ещё там шесть человек вместе с ним, то, в общем, у HR нету обычно никаких вопросов. Ну, как бы нормально и нормально, тем более, естественно, мы стараемся, ну, максимально, естественно, давать шансы для волонтёров проявить себя, поучаствовать в себя уже непосредственно в волонтёрской деятельности. Так вот, опыт показывает, что на второе собеседование с координатором уже конкретно выбранной группы, например, там, детского дома, да, волонтёры уже расслабляются, они считают, что вот, значит, HR их принял, и несмотря на то, что в правилах написано, что там вам могут отказать и потом, да, всё равно новички как-то расслабляются обычно и уже думают, ну, как бы, всё нормально, координатор, особенно если он молоденький, уже с ним можно себя вести по-свойски, и буквально уже на самом собеседовании они открываются, да, и вот такое, скажем так, такое расслабленное поведение, в таком расслабленном поведении, к сожалению, часто бывает, человек показывает себя, ну, не с самой лучшей стороны, скажем так, иногда говорит про реальные какие-то мотивации, и часто первое собеседование может быть таким, как бы, показателем для координатора, что это явно не тот человек, да, вот, ну, конечно, это бывает далеко не всегда, да, и в меньшинстве случаев, но такое тоже есть. Кафе – это такое место спокойное, да, расслабленное, я обычно проводила собеседование, ну, и, в принципе, в целом тоже собеседование с волонтёром где-то час, в районе часа, иногда бывает больше, но обычно не меньше, не меньше часа. Когда и где его проводить, это дело координатора, да, можно проводить где-то в кафе недалеко от дома, можно проводить в кафе, там, часа за два, за полтора до непосредственно посещения, вот, то есть, но чтобы вы могли отказать, да, после посещения, ой, в смысле, перед посещением, я имею в виду, чтобы, если что, что вы могли отказать, и чтобы это не было у ворот больницы, да, или у детского дома. Вот, в общем, друзья, про место, я говорю, я всегда очень рекомендую, чтобы это было какое-то тихое, спокойное место, где вы спокойно можете поговорить нормально по душам, посмотреть на волонтёра, чтобы он на вас посмотрел, это очень важно. Собственно, вот такой небольшой план, по которому я сейчас коротко пробегусь, план собеседования координатора, да, волонтёрскую группу в свою. Знакомство, да, уже как бы такое неформальное, вот, то есть здесь и волонтёр может о себе как-то рассказать, как более, гораздо более неформально, чем это на общем собеседовании, да, уже какими-то личными вещами поделиться, что обычно и происходит, да, и со своей стороны координатор тоже о себе расскажет, да, какими-то тоже может поделиться какими-то вещами, если захочет, ну, то есть какое-то именно уже личное знакомство происходит, вот, реально личное, да. Тоже, так же, как и на общем собеседовании, тут вот тоже координатору советую отталкиваться от того, что он услышит тоже, потому что вот сначала дать волонтёру самому, как бы сказать, а потом уже тоже, смотря из того, что и как услышал координатор, уже дальше вести беседу. Вот, знакомство, потом мой тоже очень важный момент, координатор спрашивает волонтёра, почему волонтёр выбрал именно данную группу, да, ну, потому что если там человек, один человек выбрал группу бездомных, другой человек выбрал детский дом для детей с особенностями развития, третий выбрал детей в больнице, да, вот, и это всё, соответственно, совершенно, как бы, разные мотивации, ну, потому что подопечные разные, и обычно у человека должна быть, ну, какая-то мотивация, почему именно сюда, да, и это тоже очень важно. И, соответственно, тоже исходя из того, что вы услышите, да, вы тоже, как бы, задаёте вопросы, да, соответственно, развиваете эту тему, потому что это, в принципе, ну, такое основа, да, основа, почему волонтёр хочет именно там, например, там, к детям с умственной отсталостью, или почему там к детям в онкологию, вот, или почему там к взрослым людям в психоневрологический интернат, да, очень важная вещь. Дальше, собственно, идёт рассказ координатора о своей волонтёрской группе, координатор рассказывает о подопечных, о том, как всё проходит, я тоже очень такой рекомендую лайфхак, у меня он тоже всегда действовал, я очень рекомендую координатору прям подробно проговорить, вот, посещение, прям вот, буквально по шагам, там, например, там, в 15.30 мы собираемся у гардероба на первом этаже, вот, берём там с собой тапочки обязательно, или какую-то сменную обувь, да, потом всех ждём, и дальше в 15.35 раздеваемся в гардеробе уже, в 15.40 поднимаемся на этаж, на шестой этаж, да, на лифте, и вот дальше прям так подробно-подробно пошагово вы проводите такую волонтёру виртуальную экскурсию, вот, это всегда как-то действует очень и успокаивающе, и одобряюще, и снимает кучу страхов у новичка перед посещением, потому что, получается, волонтёр с вами проходит такое виртуальное посещение, виртуальную экскурсию, да, соответственно, он может задать тоже вопросы, а почему так, а почему вы сначала туда, а почему вот это, тоже сэкономит вам время уже на таком реальном посещении, если, конечно, вы волонтёра допустите. Вот, то есть такой экскурс, экскурс в посещении, да, описание этого посещения тоже такая очень хорошая тема, которая может тоже очень помочь и снять много страхов у новичка. Ну и, соответственно, вы тоже послушайте, какие вопросы вам человек задаёт, да, или что человека волнует, что его беспокоит в том, как вы описываете, да, это посещение, это тоже очень важно. Потом, четвёртое, да, правила волонтёрской группы. Не просто правила движения общие, которые он читал, а вот, как мы говорили, у каждой группы есть свои правила. В зависимости от аудитории подопечных, в зависимости от учреждения, в зависимости от специфики группы и в зависимости от того, что хочет координатор, да. Вот эти правила группы, их лучше иметь в распечатанном виде, да, и в электронном виде их прислать, и в распечатанном виде, чтобы прямо человек прочитал, вот, и задал вопрос тоже, тоже обговорили. Опять же, друзья, да, не примену повторить, что вот все наши пункты, да, во время всего собеседования волонтёр вам задаёт вопросы. Вы задаёте волонтёру вопросы, и тоже из этого складывается общее впечатление, да, общее какое-то взаимопонимание или взаимонепонимание. Дальше тоже я всегда очень рекомендую координаторам рассказать ещё раз о волонтёрской организации, в каком русле. Ещё раз, как бы, подытожить самое основное, сказать, да, кто такие, например, в нашем случае, там, Даниловцы, да, какие возможности предоставляет движение, как всё устроено. Ещё раз, это важно, чтобы у волонтёра тоже сформировалось понимание, что вы не просто там вот с этим координатором и группой других волонтёров посещаете, но вы часть организации, да, и эта организация даёт определённые преимущества, да, эта организация даёт какое-то обучение, да, вот чем можно воспользоваться. Это тоже очень важно, чтобы волонтёр услышал это непосредственно от координатора, чтобы в его представлении тоже координатор, не просто вот координатор там данного учреждения, но координатор как сотрудник организации волонтёрской. Вот, очень важно тоже. Вот, ну и в заключении, конечно, нужно ещё раз всякими способами, да, любыми донести мысли, что для всех вопросов, для всех проблем, для всех инициатив, вообще для всего, что волнует и беспокоит волонтёра применительно к волонтёрскому посещению в данном учреждении есть координатор, чтобы волонтёр не воспринимал координатора, как там, не знаю, какого-то начальника, да, какого-то отстранённого, да, или, может быть, наоборот, там, как вот просто-как просто товарища старшего, да, нет, чтобы волонтёр понимал с самого начала, что кто такой координатор, зачем он нужен, что по всем вопросам он не стеснялся обращаться именно к координатору, что координатор – это вот такой, в общем, главный человек для волонтёра, и чтобы волонтёр это понимал, не боялся, не опасался, не стеснялся, а понимал, что именно координатор – это тот человек, к которому нужно вот бежать, идти с любыми какими-то проблемами, вопросами, инициативами. Вот, друзья, это вот так очень сжато про собеседование. Второе, может быть, Лид, включи, пожалуйста, тогда звук, если есть вопросы, я с удовольствием отмечусь, я. Вопрос есть, на каком этапе можно начать отказывать, в принципе, вот в ходе диалога, вот по этим пунктам? Смотрите, смотря как бы то, что вы слышите, как вы развиваете, да, я знаю, что бывают очень разные случаи, смотря то, что вы слышите, потому что иногда, ну вот тоже я иногда привожу, в пример, у меня был волонтер, например, который, ну, на этапе, скажем так, собеседования, вложения, человек как-то очень так, ну, зажимается, стесняется, это был мужчина, и как-то я его когда спросила, мне не нравилось, как он отвечал про мотивацию волонтерскую, и я его начала как бы, ну, дожимать, такое слово, да, ну, оно, в общем, отражает реальность, я начала его дожимать именно в теме мотивации, мне не очень нравилось, что он как бы, как-то он скрывал это, да, и он мне сказал, я не хочу, Ален, отвечать на этот вопрос про мотивацию, а на секундочку, у меня детская больница, да, я ему говорю, там, условно, там, Ваня, говорю, давай, подожди, вот давай на этом мы остановимся, да, давай прямо мы остановимся и проговорим, что я координатор этой группы волонтерской, да, да, я отвечаю тут за все, что происходит, если ты как волонтер новый, как бы, да, ставишь мне вот, как бы, такое, такое ультиматум, да, или говоришь, что ты не будешь мне говорить о мотивации, это ключевой вопрос, ну, то, как бы, либо мы сейчас прощаемся, либо ты объясняешь, и мы уже говорим с тобой по-человечески, вот, я, кстати, в тот момент это проговаривала, но думала, что сейчас, как бы, все, там, гудбай, и мы с этим человеком попрощаемся навечно, но нет, как-то человек встряхнулся, понял, объяснил мне все, там он просто действительно, ну, как бы, такой глубокий интроверт, я бы сказала, был, вот, и дальше мы с ним, кстати, отлично у нас прошло все, ну, в принципе, и дальше мы там несколько месяцев, он был моим волонтером, вот, это я к тому, что бывает по-разному, и я всегда за то, чтобы с людьми поговорить, и уже, как бы, когда складывается определенное, ну, то есть не так, что вот что-то не понравилось, но я не имею в виду ситуацию, когда там человек говорит, что он пришел, не знаю, там, собирать материал для книги, да, для этих инвалидах, да, но вот, как бы, это, естественно, отказ сразу, вот, но если вас что-то смущает, я всегда предлагаю, как бы, поговорить более подробно, да, дать человеку шанс самому понять, и когда уже у вас сложится такое полное впечатление и понимание, что, как бы, нет, ну, тогда, тогда отказывайте, да. Алена, у меня вопрос, можно? Да, да, конечно. Вот про правила волонтерской группы, правила должны быть регламентированы, записаны где-то, или как? Конечно, конечно, просто правила группы, это вещь, которая тоже, в общем, может, там, как-то изменяться, видоизменяться, да, но всегда, всегда мы рекомендуем, чтобы всегда это, конечно, было зафиксировано. Это, в первую очередь, для координатора проще, потому что, вот, вы составили список, и вот вы даете его всем волонтерам, они там где-то хранятся, да, тоже в электронном виде, и вот вам есть на что опираться. То есть, потом, когда, если возникнет, например, потом проблема с волонтером, вы можете там сказать, вот, ты же читал, почему ты там нарушил пункт третий, ну, условно говоря, да, то есть распечатанные, зафиксированные правила группы, это одно из главных, одно из главных таких подспорий для самого координатора, конечно. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Еще вопросы, может быть, есть? Есть. Если на собеседовании с координатором человек говорит, что вот, я понял, что мне надо было не в эту группу, в эту группу я не хочу. Да, это, знаете, это хорошо. Это хорошо, если человек на этапе, как бы, понимает и осознает, да, тогда все просто, как бы, вы даете телефон, он, ну, у него это есть, да, вы говорите, тогда свяжитесь с HR-ом, вот, например, там, когда я проводила, да, говорите, вот, свяжитесь с Аленой Характеровой, объясните ей, да, она вам поможет подобрать другую группу. И, соответственно, тоже я прошу всегда координаторов писать мне или звонить, так сказать, вот, я там про собеседовала какую-нибудь там Машу Иванову, с ней все окей, но она вот поняла, что хочет другую группу, вот, предупреждаю тебя, вот, то есть, как бы, тогда я знаю, что от координатора, что с волонтером все нормально, да, то есть, что ему отказали не потому, что он какой-то не такой, а просто человек понял, что ему не туда, вот, ну, и просто мы уже с ним в режиме онлайн подбираем другую группу, куда он хочет. Вообще, это, кстати, очень важная тема. Вообще, в принципе, для самой волонтерской организации у нас, например, все устроено так, чтобы максимально обезопасить подопечных волонтеров-координаторов, у нас такая система, у нас тут даже сфиксировано в правилах координатора, что, например, если координатору пишет какой-то волонтер, ну, вот, нет, с другого начну, у координаторов есть список волонтеров, которые приходят, ну, вот, например, там, каждую неделю я отсылаю после собеседования, что там Маша Иванова в ДДИ такое-то, да, там, Вася Петров, там, к бездомным, и это вот туда, то есть у всех координаторов сверяются с этим списком волонтеров, то есть они смотрят, кто звонит, и сверяются с этим списком. Но если координатору пишет какой-то волонтер, например, там, привет, меня зовут, там, Лиза Петрова, я, например, я волонтер, там, в колониях, и вот хочу походить к тебе в детский дом номер 3, да, тогда у нас это прямо зафиксировано, тогда координатор связывается с координатором, той группы, из которой волонтер пишет, в данном случае с координатором колонии, пишет, вот мне написала Лиза Петрова, с ней нормально все. И когда координатор получает от другого координатора, что да, это мой волонтер, все нормально, тогда он может его принять. А если это какой-то вообще левый чувак, которого в движении нет, ну, соответственно, он направляется на собеседование. Это очень важно, чтобы не было разных странных людей, потому что опыт показывает, что каким-то образом иногда люди добывают телефоны координаторов, звонят им напрямую, и вот эти все вещи должны быть строго отслежены, чтобы ни в коем случае ничего не произошло. То есть каждый человек, он посчитан, и просто так вот он не может попасть, координатору не может попасть в группу. Все только через HR. Еще вопросы, друзья? А если, допустим, человек уже идет на встречу с координатором, и координатор говорит, что да, все здорово, ну, вот я понимаю, что мы с ним не сможем вместе сотрудничать, но, ну, хороший, вроде как он в эту группу хотел, и вот что тогда происходит? Подбирается другой координатор или как? Вы имеете в виду, что если координатор после собеседования звонит и говорит, что у меня там личная неприязнь, и хотя объективных нет, но мне кажется, мы не сработаемся в этом. Например, да, но даже не неприязнь, а просто там есть какое-то ощущение, что мы не сработаемся и не получится. Что тогда? Ну, вы знаете, все-таки как бы, как сказать, просто вот ощущение, если есть просто ощущение, то я всегда за то, повторюсь, если вот сейчас речь идет не о том, что прямо вот какое-то чувство, что вот нет, да, что вот личная сильная неприязнь, да, как в фильме, а просто вот какой-то, ну, не вполне понятно, я всегда рекомендую дать человеку шанс. Ну, потому что тоже у нас в правилах прописано, что как волонтер может уйти, как бы, да, всегда, ну, то есть предупредить координатора и перестать посещать волонтерскую группу в любой момент, так и координатор может отказать без объяснения причин в любом, на любом этапе. Но я всегда рекомендую координатору всегда дать шанс, то есть, ну, хоть, чтобы он попробовал человека, потому что тоже бывает, что, ну, какие-то сомнения, а потом оказывается, что человек в деле очень даже неплох, да. Вот. Другой вопрос. Если у координатора нету каких-то, нету каких-то сильных оснований для того, чтобы отказать, но он чувствует там большую личную неприязнь, я прям подчеркиваю, да, не просто какие-то сомнения, а вот большую личную неприязнь, у нас, например, в организации, мы считаем это достаточным основанием для того, чтобы, ну, да, предложить волонтеру другую группу. То есть, если координатор мне говорит, что вот прям чувствую, что вот, ну, не сработаемся с ним, но никаких каких-то других причин нету, тогда я просто предлагаю волонтеру другую группу. Потому что, опять же, ну, если координатору плохо с волонтером, ну, это волонтерская работа, да, это не обычная работа, да. Тут в обычной работе-то тяжело работать с людьми, которые не симпатичны, да, уж волонтерская работа – это вообще как бы совершенно особый спектр. И поэтому, конечно, мы всегда отдаем приоритет, ну, мнению координатора. Лена, а можно спросить? Вот, допустим, вот возникло прямо вот, ну, пришли мы в кафе, сидим, и вот я действительно почувствовала эту личную неприязнь, да. То есть, ну, в то же время мне нужно связаться с вами, да. То есть, как, вот как дальше продолжить? То есть, а мы, по идее, должны были уже, как вы говорили, что, допустим, за полтора, там, за два часа до какого-то посещения. Вот как в этой ситуации вырулить эту ситуацию, как правильно? Смотрите, да, я всегда, опять же, рекомендую, даже если вы на каком-то начале почувствовали, я всегда рекомендую, ну, рекомендую, даже настаиваю в данном случае, да, провести это собеседование, ну, чтобы волонтер не сказал, да, чтобы мы посидели пять минут, да, вот, то есть уже провести это собеседование в любом случае, потому что, опять же, действительно есть шанс, что, может быть, в течение вот этого часа, может, как-то и ваше сердце по-другому отзовется, ну, просто благодаря тому, что человек себя по-другому проявит, да, то есть вот этот час, чтобы его провести. Но если по истечении часа вы понимаете, что, как бы, нет, да, что однозначно нет, то просто, как бы, вот вы отказываете в формате, да, что, простите, но, вот, как бы, не могу вас принять в нашу группу, да, у нас просто такая специфика, что я думаю, что вам не подойдет, да, но, пожалуйста, свяжитесь вот с HR, да, вот у вас есть его телефон, или дайте телефон, и HR вам поможет подобрать другую группу, вот, то есть вы прощаетесь все, а параллельно, как бы, пишете, ну, прощались, потом позвонили HR, объяснили ситуацию, чтобы он понимал, что с человеком все окей, просто вот, ну, как-то лично не сложилось. И тогда HR онлайн дает возможность уже выбрать другую группу. Смотрите, сейчас я хочу немножечко вставить, что сейчас происходит, да, все вопросы касаются ситуации отказа. Это действительно очень ситуация эмоционально насыщенная. Более того, я считаю, что наши координаторы, вот, проходят посвящение такое в координаторе после первого отказа волонтеру на собеседование или уже в работе группы. Но, тем не менее, отказ – это редкость, да, это то, что там раз в 3 месяца, или вообще раз в жизни, или там два раза в жизни. Основная все-таки работа, основное собеседование, основная, в общем, зона вашего внимания – это не отказы, это, собственно говоря, вот разговор с человеком, который станет вашим волонтером. А можно вопрос у меня такой? У вас когда-нибудь были волонтеры с ярко выраженной нестандартной ориентацией? Вот как с такими людьми общаться? Хороший, кстати, хороший вопрос. Вы знаете, прям, чтобы как с ярко выраженной, скажем так, чтобы прям человек пришел, и прям это было первое и основное. Ну, просто среди молодежи таких сейчас очень много, как бы, это факт. У нас с ярко выраженным непонятным полом были. Ну, да. А реакция была все в порядке. Смотрите, чтобы человек прям пришел и сказал на собеседование, да, что вот-вот у меня вот так и так, все. У меня такого, например, не было ни разу. Но действительно были ребята, которые, ну, скажем так, выглядели странно, скажем так. Я думаю, все понимают, о чем я, да. Но я скажу так, что действительно, как бы, сейчас, ну, во многом даже есть какая-то, ну, мода, скажем так. Я знаю нескольких ребят молодых, да, с которыми вроде все ок. Но я бы так и не сказала, если бы их не знала лично, да. Поэтому тут в такой ситуации, ну, знаете, тут еще какая важная вещь, чтобы сейчас не запутать вас, скажу так. Например, если человек приходит, например, с пирсингом, да, и какой-то вот везде во всех местах, да, или какой-то сильный, там, боевой раскрас, да, я про макияж, то, ну, HR может сказать, и потом это говорит тоже координатор, что у нас есть, например, там, детский наркологический центр или приют, где подростки в основном. У нас, вот, как бы, важен дресс-код, да, что никакого пирсинга, никакого яркого макияжа, никаких вырезов, там, и супер-мини-юбок, да, потому что, ну, это подростки, и у нас это тоже, как бы, такое общее правило. Вот это важно сказать. Но если сейчас, вот, да, вернусь к теме, если это не традиционной ориентации, ну, вот тут повторюсь, друзья, у меня, наверное, ни разу не было, чтобы человек пришел мне и сказал, что, там, привет, я гей и хочу волонтерить, но были, как бы, ребята, у которых, и сейчас они есть волонтеры, у которых, ну, нестандартная внешность, скажем так, но ведут они, как бы, себя нормально, все, хорошие волонтеры. Тут, я думаю, нужно, ну, опять же, говорю, куда, если представить себе, вот, я сейчас не представляю, что человек пришел и сказал, но тут тоже занятие зависит от того, во-первых, ну, надо уже копать эту ситуацию, да, почему он так себя презентует, ну, вот через это, да, через такое, да, куда он хочет идти помогать. Ну, то есть одно дело, он хочет идти помогать, там, в мужскую колонию для подростков, другое дело, он хочет помогать бездомным, третье дело, он хочет, там, не знаю, просто в какую-нибудь больницу, четвертое дело, он хочет в психиатрическую больницу. Ну, надо сказать, Аленка, я бы напряглась, если бы человек сказал на собеседовании, что он традиционной ориентации. Тоже были бы вопросы, что он хочет этим сказать. Ну, вот, да, то есть при такой презентации себя, вот через такое, это были бы вопросы, да. Ален, у меня вот вопрос в связи с создавшимся положением вообще во всем мире, и в том числе в нашей стране. Допустим, сняли режим самоизоляции, вернули какой-то режим, но я не верю в то, что есть система, и она будет, по которой мы можем понять. У нас вот, допустим, в проекте старики. Как действовать, принимая новых волонтеров, проверяя старых волонтеров, вот это вот сейчас, конечно, просто кромешная тьма. То есть это даже может продлиться, я не знаю, сколько, и нам очень сложно вести наш проект так, чтобы не контактировать, даже когда нам разрешат, но заразить нам новыми волонтерами. Вот как, есть у вас какие-то разработки на эту тему? Слово передается ли к Елене Куликовой? Что-что? Слово передается Елене Куликовой? Ну, я сейчас тоже хотела бы сказать вообще по поводу справок. Вообще эта тема по поводу как бы медицинских справок. Может быть, даже больше того скажу. Тут такие важные вещи. Во-первых, справки от волонтеров требовать или не требовать. Это не только про коронавирус. Это вообще, думаю, тема по поводу справок, да. То есть, опыт показывает, да, что если медицинские справки у волонтеров требовать, например, в большом количестве, да, куча людей отваливается. Куча людей отваливается. Ну, просто никто не хочет оформлять справки, никто не хочет тратить на это время и деньги. Вот. С другой стороны, если, ну, как бы ты получил справку, во-первых, волонтер может ее купить, во-вторых, он поехал там в детскую больницу, на него чихнули, и все, как бы он заразился, уже стал переносчиком заболевания. Это, повторюсь, сейчас касается вообще, в принципе, как бы, ну, любых вирусов, да, и любых болезней. Что касается именно ситуации с коронавирусом, ну, кстати, вообще не только с коронавирусом, мы всегда волонтерам тщательно говорим, вообще этот тщательно вопрос разрабатываем о том, и координатор об этом много говорит, и на VHR это тоже в правилах для волонтеров, о том, что предельно важно идти к подопечным абсолютно здоровым. То есть на этот вопрос делается особенный акцент с объяснением, какие последствия могут быть для подопечных, если волонтер будет чем-то заражен, да. Хорошо, просто простужен. На этом мы делаем особенный акцент. Вот, теперь, да, может быть, Лена скажет тогда по поводу ситуации, которая будет с коронавирусом. Если я поняла правильно вопрос, то в основном он заключался про то, что будет в перспективе, да, правильно? Да, да, верно. После коронавируса. Значит, во-первых, что будет потом, не знает никто. Ни среди правительства, ни среди власти имущих, ни среди врачей, никто. Я много слушаю и общаюсь с врачами, с медиками. На этот счет прогнозы, когда будет пик, когда спадет, какие последствия с иммунной системой человека, будет ли он развиваться как ВИЧ, то есть перейдет там через 2-3 года в СПИД и так далее, утрата иммунной дефицита. Никто не знает, нет этих ответов. Заглядывать в эту линию горизонта бесполезно, это занимает очень, забирает очень много сил и энергии. Значит, на сегодняшний момент, что делают конкретно даниловцы? Первое. Что касается собеседований. Мы сейчас разрабатываем программу, в частности, я разрабатываю программу по собеседованию в режиме онлайн. Здесь много различных схем, я потом их озвучу при последующих подключениях наших. Почему? Потому что вот первая запланированная онлайн-встреча с новичками, она будет во вторник. И мне не хочется сейчас озвучивать и тратить время на то, что я как ожидаю и что получится в итоге. А вот сравнить, что ожидаю, что запланировано и как оно получится, я с вами обязательно поделюсь. Самое главное, загвоздка не в том, чтобы перейти на онлайн, а что предложить новичкам. Потому что новички, волонтеры, в частности, наши, видимо, как и ваши, которые работают с пожилыми, да, это очный контакт в первую очередь. Мы отдаем, мы получаем. Что можно сделать здесь? Я предлагаю только одно, я вижу выход, искать новые аудитории. Если это касается грантов, то грантодателям нужно, чтобы как можно социально больше незащищенных групп были охвачены волонтерской деятельностью. Поэтому надо их искать. Это первый момент, что касается, это уже второй даже. Первый мы не знаем, что будет потом, когда мы выйдем. Второй момент – это вот по новичкам. Что им предложить сейчас на этом этапе? Третье. Для действующих уже групп. Мы предлагаем новые формы, в частности, сейчас несколько проектов запускается это. И совместно с моей карьерой, которая помощь, о которой говорила Лида на Дому 65+, то бишь доставление продуктов, лекарств и выложений с собаками, пока эта программа, как сказать, дает сбои. Выяснилось после того, как сказали, что будут давать вот этот код для тех, кто выходит в этой службе, действительно программа обвалилась. Это правда. И сейчас находят новые формы, чтобы снизить риски этого всего. Дальше еще какой-то ищут способ, например, телефонных разговоров. Это вот Дима Иванин у нас предложил, и он будет заниматься этим проектом. Помощь старикам в общении, которые изолированы, чтобы снизить панику и так далее и тому подобное. Как он будет дееспособный или нет, мы посмотрим. И еще ряд программ, которые у нас сейчас пока в разработке. Вот. И последнее, что бы мне хотелось сказать по поводу вот именно выхода. Вот чтобы выйти с минимальными потерями, сейчас вся работа должна быть направлена не просто на стоп, на возможное удержание тех волонтерских групп, которые уже у вас действуют, да, и те программы, которые действуют. Вот их переформатировать. То есть мы сейчас думаем не на расширение, а на большее. Это как, все как в бизнесе. Не как заработать и где заработать, а как удержать то, что уже есть. Вот. Да, это важно. Спасибо. Ну вот. Таким образом, мы прямо-таки плавно переходим от темы собеседования к теме собеседования и вообще общения онлайн. Дорогие коллеги, мы немножечко поменяем план сегодняшнего дня. Мы собеседование в парах отведем на конец. Вот. Дадим возможность людям друг с другом пообщаться. Вот. А сейчас... Приветствую, Юля. А сейчас мы перейдем к теме, как Алена называет, работа вне поля. Работа в поле, то есть непосредственное общение с волонтерами. И работа вне поля, то есть общение с волонтерами онлайн. В чатах, в соцсетях, да, там, где ведете группу, как это делать, какие подводные камни, какие сложности, что надо учитывать. И слово предоставляется Александре Сошниковой, нашему очень давнему волонтеру, координатору и ответственному за вообще все обеспечение Даниловцев в соцсетях. Да, спасибо большое. Лид, ты включишь презентацию? Угу. Сегодня я хотела бы рассказать о внутреннюю интернет-коммуникацию координатора с группой, так как есть еще блок, связанный с внешней коммуникацией. Речь идет об открытых группах в сетях. Но это отдельная тема. Сегодня поговорим именно о той коммуникации, которая происходит между волонтерами и координатором. Саша, ты можешь управлять моим экраном. Отлично, спасибо. Я хотела бы рассказать об основных способах внутренней интернет-коммуникации. Эти способы координатор выбирает, в принципе, сам, но с учетом также мнения большинства волонтеров. То есть, например, он видит, что большинство волонтеров находится, например, в ВК, профили ВК имеет. Тогда он может использовать эту площадку или использовать какие-то другие площадки. И использование этих площадок, оно имеет свои плюсы и минусы. Я хотела бы рассказать, например, о самой, наверное, сейчас устаревшей, и сейчас, ну, скажем так, устаревающей форме. Она продолжает использоваться, но она все больше теряет популярность. И даже по нашим собственным рассылкам мы видим, что далеко она не так хорошо работает, как нам хотелось бы. Но все равно раньше, особенно, вот я даже в РДКБ, мы использовали эту коммуникацию, это коммуникация посредством почты. Email, в чем главный плюс этой формы, это в том, что мы можем доносить определенную информацию. В тенях, в каких-то анонсах. Плюс почты в том, что там можно хранить большие объемы информации, пересылать эти файлы. И также плюс в том, что эта информация, она попадает в почту, она там находится, и в любой момент можно там осуществить поиск и найти ее, проверить, посмотреть эти файлы, открыть их к себе, загрузить, если что-то координатор вам прислал какую-то информацию дополнительную в качестве файлов. И вы можете выбрать свой собственный режим просмотра этой почты, то есть вам все время не будут приходить щелкать, как в WhatsApp, эти уведомления, что вам пришло. То есть можно вообще это отключить на смартфоне, и вы потом раз в день, например, открыли в конце дня или даже ночью, взяли и просмотрели, какие вам сообщения пришли. Но из этих же плюсов вытекают также и минусы, потому что люди могут проверять почту не каждый день, и, например, может быть раз в неделю, а может быть раз и в несколько недель, и то, что вы им там написали, оно до них дойдет с большим-большим опозданием. Плюс по техническим причинам важные письма могут просто уйти в спам, и человек будет их искать, 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 вот они потом могут вообще там через месяц совершенно уйти, или человек не вовремя получит какую-то, опять же, важную для него информацию, которую вы хотите передать. И, опять же, то, что является плюсом в смысле того, что вам не приходится все время это проверять в таком хаотичном режиме, это как раз отсутствие этой системы чатов. Это является минусом, так как вы не находитесь в таком онлайн-режиме постоянного контроля и постоянного оповещения в таком режиме активном. Как раз система WhatsApp, еще один способ, она решает эту проблему, потому что это как раз система такого оперативного чата, то есть здесь вы имеете возможность, у вас есть телефоны людей, у вас есть возможность им отправлять сообщения и сразу получать ответы, у вас есть возможность отправлять им иногда голосовые сообщения, люди по-разному к этому относятся, но иногда в некоторых случаях голосовые сообщения тоже бывают полезны. Можно проводить видеозвонки, индивидуальные видеозвонки или такие конференции, правда, там количество участников ограничено, но если несколько человек, то, в принципе, нормально. Также есть удобные настройки, но это больше даже для самого человека, например, если он опять же хочет только раз в день посмотреть эту почту, он отключает звук, потом открывает смартфон и в конце дня проверяет, что в этом чате к нему пришло. Но опять же, тут все зависит как раз еще от самого волонтера, потому что может так получиться, что, может быть, он не только почту, но и WhatsApp тоже не смотрит, поэтому всегда нужно проговаривать, координаты должны проговаривать с волонтерами, чтобы волонтер хотя бы раз в день проверял вот эти вот все чаты, чтобы получить там информацию. Минусы WhatsApp, ну, как раз, я думаю, что все мы это понимаем, что у каждого из нас огромное количество этих чатов, личных, рабочих, волонтерских, и там огромное количество сообщений, потом люди спамят какими-то картинками, записями, сейчас в связи с коронавирусом тоже люди друг друга либо паническими, либо юмористическими сообщениями друг друга спамят, поэтому всегда есть какой-то такой риск потерять какую-то информацию, переключиться с одного чата на другое, что-то потерять, и потом какую-то информацию у себя там не найти, если лента там ушла вообще-вообще-вообще куда-то далеко. И поэтому в этом как раз заключается один из минусов. Также, если сообщения очень большие, например, вам нужно какое-то большое сообщение отправить волонтерам, то лучше это делать, установив приложение WhatsApp на компьютер, потому что с телефона это очень-очень-очень-очень долго будет набирать, и это будет очень трудно. И минусом в WhatsApp я считаю такое, как сказать, отсутствие опции полного удаления сообщения. То есть если вы написали сообщение, а потом его удалили, все равно у человека останется запись, что вы ему что-то посылали, но это удалили. И это может какие-то, ну не знаю, возникают у волонтеров, могут возникать вопросы, почему вы там что-то написали, потом удалили, что это там ошибка или какое-то недоразумение. Я так считаю, что это тоже как один из таких минусов WhatsApp. Ну, может быть, не таких больших, но тоже это надо учитывать, поэтому когда пишешь... Александра, а можно вопрос? Да, пожалуйста. По мессенджам. Ну вот WhatsApp действительно не очень удобная платформа, но а можно использовать Viber или Telegram? То есть там намного все это удобнее? Да, конечно, можно использовать. Потому что как раз вот в Viber этого вообще не будет видно. И в Telegram тоже. Вот то, что вы говорите, что человек увидит, что удалили. То есть там... И там можно редактировать, действительно. Это вот намного удобнее. Да, совершенно верно. Я сейчас здесь не рассказываю про Viber и Telegram, потому что в основном, вот мой опыт показывает, что на данный момент наши владельские группы все-таки используют чаще всего WhatsApp. Но у меня есть право, конечно, использовать любые удобные средства коммуникации, если вот эти вот минусы сюда не удаляются. Но наиболее распространенные, вот насколько я знаю, с теми кардинаторами, с которыми я общаюсь, они общаются именно через WhatsApp. Если выбирать... Здесь важно не просто, чтобы это было удобно, важно, чтобы у волонтеров это было установлено. Волонтеры это не пользуются. Ну, на самом деле, установить это очень быстро. Ну, не все надо. Понятно. Единственное, я хотела сказать, что вот в WhatsApp есть возможность, чтобы сообщения писали только администраторы. То есть если... Ну, чтобы это было именно не как чат, а именно как канал, где пишет только, допустим, координатор, никто кроме него писать не может. Тогда есть возможность действительно всю важную информацию как бы сохранять, потому что она не будет забита картинками и вопросами. Да, спасибо большое, Софья. Да, действительно, такая функция есть, но я просто потом еще скажу, почему все-таки ее лучше... Ну, не то, что не использовать, но почему лучше все-таки иметь, давать возможность другим участникам что-то писать. я об этом еще скажу, что по поводу. Помимо WhatsApp, что? Ну, это наши тоже распространенные наши социальные сети. Танта, что у меня на столе. Вот. Это можно делать либо чат для волонтеров, в Facebook это Messenger, либо можно делать закрытую или частную группу. Какой-то из этих соцсетей это можно делать. И, например, в чем, опять же, плюсы ВКонтакте, Facebook, это опять получается некий такой оперативный чат, в котором тоже есть определенный функционал, это голосовые сообщения, опросы, например, и вот эти вот настройки удаления, что ты написал сообщение, потом его безвозвратно удалил, и человек не увидит его. Также ВКонтакте, чем хорош, что это тоже такое удобное хранилище для каких-то идей, и можно, например, создать группу вот эту закрытую или частную, и копить там какие-то записи, публикации, и потом, если что, их можно легко найти, отследить. Также, если у нас останется время, я покажу пример. Сейчас мы и ведем, например, нашу группу в РДКБ устроено. И плюсом социальной сети тоже для самого координатора является возможность посмотреть профили волонтера. То есть он может как-то изучить и получить о нем какую-то информацию, насколько это возможно. Минусами ВКонтакте является то, что, естественно, не у всех есть профили. Также человек может не всегда проверять это приложение, но это риск очень многих этих средств. Плюс какие-то технические сложности, связанные с опасностью взлома ВКонтакте. Также наличие огромного количества отвлекающей информации. То есть человек, например, приходит посмотреть ваше сообщение, а там у него отвлекает, ему еще кто-то другой написал, и тут какой-то там попросили сделать репостик, и он в какой-то группе там на котиков засмотрелся, и он, в общем, про вас забыл, чтобы вы ему что-то написали. И как раз обратная сторона медали, вот эта возможность просмотреть профиль, может быть, для волонтера это не очень комфортно, что вот кто-то будет еще просматривать его профиль. Вот, казалось бы, такая ерунда, но некоторые волонтеры очень к этому относятся как-то щепетильно. Я помню даже у меня, когда я была координатором в РДКБ, мне некоторые волонтеры говорили, что, ой, нет, я не буду давать свой профиль, у меня там ерунда написана, типа там, ты посмотришь, мне, в общем, боялись как-то очень к этому относились, что это какое-то их такое приватное пространство, и они там закрытую свою страницу делали, и все. Но, с другой стороны, это как раз когда волонтер готов что-то показать, и говорит, вот я открытый, вот у меня такая нормальная, там, адекватная страница. Ну, это тоже какой-то, наверное, плюс и какое-то спокойствие для координатора. Фейсбук, в принципе, похожие плюсы и минусы, но, единственное, Фейсбук, он более защищенный, а с точки зрения минусов есть, вот, отсутствуют некоторые, отсутствуют некоторые опции, опять же, вот, возможность удаления, полного удаления сообщений. И также, например, если вы создаете какую-то группу, то в ней, например, алгоритм Фейсбука может сработать так, что не все участники увидят, что вы там написали. То есть, записи будут ранжироваться в определенном таком порядке, не всегда понятном, и что-то, может быть, из вида волонтеров не попадет в их внимание. Вот. Это если вкратце говорить о вот таких основных способах, раньше мы всегда приводили в пример такое средство, сейчас оно очень-очень редкое, это формы, даже, ну, некоторые наши коллеги их используют, но сейчас, конечно, это уже средство такое уходящее, даже ушедшее уже в прошлое, и есть средство, скажем так, будущего. Это, например, волонтерское приложение, которое мы, в частности, мы сейчас занимаемся разработкой этого волонтерского приложения, которое как раз может быть вот такой альтернативой вот этим всем средствам, там, где можно будет также организовывать общение внутри собственных групп. Но это все еще дело будущего, мы над этим работаем, это все разрабатываем. Я хотела бы сказать про несколько важных моментов. Как я уже сказала, что координатор убирает средства коммуникации с учетом своего удобства и мнения тоже большинства волонтеров. Например, он знает, что большинство волонтеров находится в ВК. И он, в принципе, в ВК, и вот он создает там этот чат или WhatsApp, сейчас WhatsApp вообще, по-моему, самый распространенный, насколько я знаю, вот все-таки Telegram, люди подключаются, он активно развивается, но все равно меньше по сравнению с WhatsApp. Хотя действительно есть какие-то преимущества по сравнению с WhatsApp в части функций. Также, какое ключевое, вот когда мы говорим о всей этой теме, о внутренней интернет-коммуникации, какое ключевое понятие? Ключевое понятие – это модерация этого чата. То есть мы создаем чат, и мы устанавливаем в нем правила, о которых мы оповещаем всех участников. То есть мы говорим, например, что это рабочий чат, мы здесь обсуждаем только рабочие вопросы. Или этот чат, где мы можем иногда обсуждать какие-то посторонние вещи, как-то косвенно связанные с нашим, но, опять же, это не должно быть там в рации на 100 сообщений, мы куда-то уходим в какую-то непонятную сферу и тему. Но почему еще вот не хотелось бы вот в том же WhatsApp делать группу, где будет просто чисто информационная функция, то есть просто выкатывает какой-то администратор, выкатывает какое-то объявление, а потом и участники не могут ответить. Во-первых, потому что, например, если вы используете это как рабочий чат, и вы устраиваете опрос ваших волонтеров, кто сегодня придет, то, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы эти волонтеры, они в чате вам ответили, и вы сразу видите, ага, плюс другие волонтеры тоже, например, видят, ага, на это посещение собирается там уже там всего один человек. Ну, может быть, я там сомневался, идти или не идти, а тут бац, я вижу, что всего один человек. Ну, все-таки, наверное, я пойду, раз отклик такой маленький, ну, мне надо поддержать группу. И такое, кстати, часто бывает, в тех чатах пишут, что вот я вижу, что людей мало собирается, у меня сегодня было так фифти-фифти, но я вижу, что мало, и тогда я пойду. И в целом, как это вот, какая-то происходит такая динамика. Плюс задача координатора, она создается как? Например, когда он включает какого-то нового участника, я поздравляю вам Машу Иванову, это наш новый волонтер, прошу любить и жаловать. И волонтеры откликаются, добро пожаловать, там, здравствуйте, там, привет, и как-то вот создается такое какое-то, ну, представить, что вот у нас появился новый участник нашей группы, и координатор об этом заботится, и другие волонтеры это все видят. Плюс, такая опера в сын дня на рождение, это очень приятно. Особенно, когда люди друг друга знают, и уже долго вместе, и они пишут очень-очень теплые поздравления друг другу, и вот создается такая вот приятная атмосфера, что люди знают, когда друг у друга день рождения, они хотят поздравить, хотят сказать не просто какие-то формальные слова, там, просто формальный днем рождения, а у нас там в некоторых чатах пишут люди очень теплые, такие длинные, поздравления, видно, они над этим работают и стараются чаюка порадовать. Вот, потом можно обсуждать в этом чате какие-то идеи, то есть, чем мы будем заниматься, координаты, например, скидывать, ребята, вот у меня такая идея, хотите присоединиться или нет? А кто-то говорит, да, там отличная идея, но у нас, например, не хватает такой-то бумаги, например, гофрированной бумаги. А, хорошо, я тогда закуплю, там, или давайте в этот раз попробуем сделать вот это. То есть, из этого рабочего чата можно очень много выжить в плане возможности создавать такую команду волонтеров, которые люди друга знают, люди вместе работают, разрабатывают совместные идеи, и для них это такая возможность именно побыть вместе вот в таком виртуальном пространстве и что-то вот как-то подготовиться к следующему посещению или последующему посещению. И роль координатора в этом очень важна, так как вот координатор задает представление у волонтеров по сравнению с днем рождения. Активные отклики координатора очень важны на сообщение волонтеров. То есть, волонтер написал, а координатор говорит, ой, здорово, как хорошо, что ты сегодня пришел. Или волонтер, который давно не писал, написал, что я наконец-то сегодня приду. А координатор говорит, ух ты, как здорово, я тебя так долго ждал. Или, в общем, координатор может откликаться или там, ой, какая замечательная идея, или там, идея хорошая, но вот нам не хотят, там, ее бы доработать. И координатор как раз откликается на сообщение волонтеров, волонтеры реагируют на сообщение друг к другу. И вот такая очень хорошая атмосфера создается. Вот. В этом, конечно, есть и обратная сторона, что понятно, что если, например, команда такая еще, может быть, не совсем сложившаяся, или есть некоторые люди потенциально конфликтные, то они могут как раз провоцировать некоторые такие моменты не очень приятные. Вот. Поэтому как раз на этапе, вот, когда вы видите, что возникает какой-то конфликт, вы, естественно, его пытаетесь погасить, вы с ним работаете, но если как раз бывает так, что вот, возвращаясь к вопросу, вот, о чем говорили, об отказах, бывает так, что как раз вот такой рабочий чат, он может даже проявить какого-то деструктивного поведения какого-то волонтера, и вы, может быть, ему откажете даже просто на основании того, что он устроил какой-то вот такой конфликт, скандал в вашем рабочем чате. То есть, когда он, например, там какую-то идею закинул, там кому-то, кто-то там не отреагировал или не так отреагировал, и этот человек может там начать вам что-то выговаривать, то есть это тоже может быть таким индикатором, как человек проявился, когда там не согласны были с его какой-то идеей. То есть, у нас бывали тоже такие случаи, когда волонтеры отказывали потому что этот волонтер в чате начинал какую-то такую, ну, какую-то революцию, то есть, в плане того, что, например, что там, а там нам нужно менять систему, почему вы это не делаете, или почему вы вот так говорите, почему, о чем мы все сидим, да давайте вот это, и совершенно не входящие в наши какие-то задачи, и начинает группа бурлить, или как-то смущаться, и не понимать, что происходит. То есть, это тоже в каких-то случаях может быть основанием для того, чтобы волонтеру как-то, может быть, с ним поговорить и сказать, что вообще-то это не очень допустимо, но если волонтер это до конца там не понимает и продолжает вот такие бучи устраивать в чате, то это тоже такой звоночек, и может быть, основание для его исключения. Если создавать, например, если ваши волонтеры очень хотят общаться не только на рабочей теме, но еще как-то, конечно, есть опция создавать несколько чатов. Один чат чисто рабочий, а другой чат такой, именно как болталка. Но, когда вы это делаете, нужно взвешивать все-таки все риски, что вот этот вот чат-болталка, он может очень быстро уйти тоже в какие-то непонятные степи, и поэтому это будет не очень хорошо. То есть, может быть, все-таки лучше создавать вот такой рабочий чат, просто если вы хотите, чтобы он был бы совсем-совсем рабочий, то просто его тогда жестко модерировать. Если вы хотите, чтобы он все-таки был чуть-чуть более неформальный, то вы добавляете этой какой-то неформальности, может иногда люди начинают как-то смеяться. Недавно, например, тоже в чате РДКБ обсуждали онлайн-встречу с волонтерами, и все стали шутить, что это будет волонтерская пижама-пати, какие-то welcome drink, еще что-то мы принесем, все-все в пижаму будем сидеть. Ну, в общем, какие-то такие, и людям очень хорошо это обсуждать. Казалось бы, ну, какой-то этот юмор, он, может быть, не относится прямо к основной деятельности, но он как-то людей, которые, кому с кем приятно общаться, он как-то вносит какую-то приятную такую нотку, но с другой стороны просто это надо жестко модерировать. В какой-то момент можно сказать, что, ребята, спасибо, мы все обсудили, ну, давайте вернемся к нашим рабочим вопросам. Вот, то есть, в принципе, правила устанавливать, это ваше дело. Какие вы правила устанавливаете, просто имейте в виду, что за чатами всегда, и за всеми группами, за чатами обязательно нужно будет следить, чтобы они вот не превращались в какое-то такое место споров, ссоров, ссор, разговоров. Вот, и если у меня есть время, я быстренько могу показать пример. Быстренько? Да, 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 очень. А может, демонстрацию экрана отключи, пожалуйста, я свою отключу. Вот, например, у нас есть группа Данила ЦВРДКБ, нефрология и некология, то есть, есть чат отдельный, ватсап, а есть вот такая группа, она закрытая, раньше она была открытая, мы туда даже добавляли некоторых наших подопечных и их мам, но сейчас эта группа, она чисто закрытая, там только волонтеры. И здесь можно делать посты, можно делать альбомы, есть видео. Ой, Сашенька, пропадаешь. Алло, алло, слышно меня? Да, вот памятка, памятка волонтера, например, есть у нас вот здесь вот, можно посмотреть, вот даже статусы волонтеров. Также у нас здесь есть, например, вот в альбомах можно посмотреть, вот у нас, например, альбом есть, я стараюсь вести, все волонтеры за все годы, вот, дети... Я сейчас включила звук всем, чтобы можно было задавать вопросы. Да, да, вот у нас такое. Тут вы можете увидеть Алену, можете увидеть меня. Да, 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 вот Алена, вот Алена, да, Лида, здесь на заре создания группы. Вот, то есть у нас очень много вот как раз волонтеров и всего, последний волонтер тоже. В общем, можно создать тоже такое сообщество, оно, может быть, будет не очень активным таким, но все равно какие-то просмотры есть, и там из, например, 96 участников группы, ну, там человек, да, 30-40, может быть, не лайкают, но хотя бы просматривают, и для них это значимо. И в любой момент можно в архивах найти какие-то старые фотографии, подписанные, кто это, что это, когда приходил, и приятно будет посмотреть людям, что вот они в эту историю... А можно вопрос? Да, подойду. А почему закрыли группу? Ты сказала, что сначала было открыто, добавляли туда подопечных, родителей, а потом закрыли. Да, закрыли мы, мы просто поняли, что нужно вводить такую политику, чтобы эти группы были только чисто для волонтеров, чтобы не было каких-то, ну, не выносилось какой-то ссоры из-за сбега, такого рода вопроса, поэтому мы вот несколько лет назад приняли такое решение, что мы всех остальных сторонних людей оттуда удаляем, и даже там бывших волонтеров, кроме тех, кто прям очень-очень попросил, чтобы остаться, ну, как-то вот мы чистили группу, а я просто тем, кто был раньше, там, и подопечным, и мамом, там, я им просто написала, что вот, извините, но вот у нас поменялась политика, поэтому, если вдруг вам нужны какие-то фотографии, вы мне напишите, я ваши фотографии обязательно вам скину, и все, вот, то есть люди, если что, просили, вот такая политика, просто мы решили сделать, что это для действующих волонтеров такие инструменты, но они больше, конечно, как такие хранилища, я не могу сказать, что параметры, они активные, все-таки активные работы, это, прежде всего, чаты, хотя, если есть координаторы, которые, вот, ВК, вот такие группы, они активные, очень активные. Да, приложение, да, это очень здорово, это здорово, сейчас как раз оно разрабатывается. Сашенька, да, пожалуйста, я добавлю еще, спасибо тебе, дорогая, вот, ты супер, я хотела еще добавить, почему очень важно, чтобы были закрытыми, к вопросу, да, закрытыми вот эти группы, потому что еще там может быть обмен фотографиями там с посещений, обмен фотографий подопечных, а это все абсолютно закрытая информация, ее ни в коем случае нельзя выкладывать в открытый доступ. Да, это очень важно, да, действительно, это как раз один из ключевых вопросов, что нам нужно за этой такой политикой следить, потому что законы персональных данных никогда не отменял. Я думаю, об этом, наверное, будут рассказывать, Лиды, наверное, будет об этом, да, секция о законе персональных данных, или Юра уже рассказывала, наверное. Было, уже было. Было, ну вот, да, это важный момент. Можно, можно такой вопрос, бывает такое, что фору в чате, в WhatsApp, например, неактивные, ну, то есть, вот, например, сейчас такое, наблюдается небольшой спад, и что делать, что можно сделать с координаторами для того, чтобы немножко как-то их, может быть, приободрить или что-то написать, чтобы и вызвать как-то активность, чтобы они не могли... Да, вообще проблема неактивности чатов, она актуальна не только сейчас. Я могу сказать, что вот я, кроме, как это, своих других статусов, я являюсь также тоже супервизором, у меня есть несколько координаторов, которым я помогаю, и некоторые из них говорят, что у них прям, ну, тухлые чаты, честно говоря, то есть она что-то кидает, и как бы все, вот оно, и оно умерло. Вот, но все-таки люди это читают, но, может быть, они как-то не соотносят с собой. Сейчас понятно, что люди находятся в таком состоянии какой-то тревоги, неопределенности, и уже им не до этого всего, но в таких случаях вообще, в принципе, как оживлять чаты? пытаются сам зажигать своих волонтеров, то есть нужно принимать такие меры, что все-таки писать, то есть если вы видите, что у вас нет какого-то отклика, ну, не нужно опускать руки, нужно все равно писать, например, там, не пишут люди, надо там спрашивать, ау, ребята, куда вы пропали? Ну, то есть, может быть, вносить какие-то такие элементы, что вам не все равно, что не прочитали, не прочитали, предлагать какие-то формы, вот сейчас мы пытаемся найти какие-то формы, вот предлагать онлайн-встречи с разными тематиками, чтобы как-то завлечь, пытаемся записывать там видеообращения для наших подопечных, то есть предлагать волонтерам какие-то вот такие идеи, которые, может быть, будут им интересны и как-то их расшевелят. но по большому счету, если волонтеры не хотят, то они и не будут это делать, сколько бы вы там не плясали с бубном перед ними, но они не будут этого делать, но если у вас есть понимание каких-то вот именно того, что, например, этот волонтер в этом хорош, или этот в этом хорош для какого-то мастер-класса, или вы какому-то волонтеру можете вот какую-то поручить что-то, индивидуальная именно возможность и обращаться к каждому, к волонтеру индивидуально. Например, у вас есть список волонтеров? Если вы хотите какой-то мастер-класс провести или что-то предложить, и вы знаете, что потенциально этот, этот и этот человек может на это откликнуться. Может быть, он в чате не откликнулся, но если вы ему адрес не подпишите, сообщение, то он может как раз откликаться и сказать, ой, а я там не думал, что я это могу, а ты считаешь, что я это могу? А, ну тогда, конечно, я там заполню что-то или сделаю, или попробую. То есть это всегда такая работа именно плюс индивидуальная. То есть просто вот кроме ведения чата надо быть готовым, что как-то индивидуально... Я это вижу даже вот по самому тому, который я сейчас веду со своими супервизированными координаторами. Я поэтому тоже вижу, потому что, например, я пишу в общий чат, и они могут не всегда откликаться, например. А я вот адрес на отдельное сообщение пишу, и человек, ой, да, там, я пропустил в этом чате, а, сейчас откликну, сейчас напишу, сейчас увижу. То есть это такая работа, она очень творческая. Но надо сказать, что даже на этой школе, когда я поняла, что мы с переходом онлайн потеряли нескольких людей, которые мне очень цены, я написала лично, несколько человек, здесь я очень рада. Ну вот, да, так что личное обращение, оно всегда очень важно, поэтому и в чате, когда вы пишете, тоже, например, волонтером написал, вы пишите, например, Маша, спасибо тебе большое, или Света, о, как здорово. Важно называть человека по имени, обращаться к нему адресно. Если вы каждого своего волонтера знаете, вы можете там какие-то вворачивать, а помнишь, как у тебя вот это вот, и как там у тебя с этим дела. То есть координатор человек, который о своих волонтерах должен очень много знать для того, чтобы с ними поддерживать именно такую личную связь и поддерживать такую личную связь, ну, в разумных пределах, естественно, то он на основании этого может показывать волонтеру, что волонтер ему интересен. А если волонтер видит, что он координатору интересен, и не просто как галочка и функция, а как человек тоже, то тогда уже может быть более такое персональное отношение, и, соответственно, волонтеры там ради своего координатора такого заинтересованного тоже сможет на что-то пойти, что-то сделать. Просто некоторые волонтеры, может быть, в тебя не очень верят и стесняются каких-то вещей, а потом, как, например, что-то оказывается, что, ой, оказывается, я это могу сделать. То есть это такая очень тонкая работа, и не надо опускать руки, если люди, ну, кажется, что чат тухнет. Надо продолжать с одним работой. Дорогие друзья, если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Да, буду рада ответить. Да, Саша посмотрит и подготовится. А можно коротенький вопрос, так еще один? Чат. Чат. Я отвечу Евгению, с удовольствием отвечу. Да, и Саша ответит, прямо же в чате и ответит. Дело в том, что у нас осталось не так много времени, да, у нас сегодня было запланировано еще две работы. Работа осталась одна. Ну, наверное, мы будем делать самую сложную работу из двух. А работу попроще будем делать в следующий раз. Самое сложное, но самое важное. У нас пошла тема общения с волонтерами. И давайте сделаем шаг назад, да, про личное знакомство координатора-волонтера, собеседование и понимание мотивации, зачем человек вообще пришел, да. Вот начало, самое начало установления контакта. Это не очень простая вещь, да, понять, зачем человек пришел, понять деликатно, что-то, может быть, рассказать о себе. И в основном, чем лучше координатор сам понимает, зачем он пришел в волонтерство благотворительное, тем лучше у него получается с людьми на эту тему разговаривать. Поэтому мы сейчас предлагаем вам провести собственное собеседование. Встретиться с человеком и спросить у него, как он дошел до жизни такой, как он оказался в благотворительности, что он хочет от этой работы получить и что он хочет дать. Это понятно? Тогда включайте, пожалуйста, микрофоны. Вы сейчас отправитесь попарно в сессионные залы. Я вывешу на всякий случай список вопросов, можно будет выходить и на него ориентироваться. И, наконец, у нас возможность реальным друг с другом познакомиться. Самое главное узнать мотивацию, то есть что вам будет помогать раскрывать мотивацию. Для этого вы должны четко представлять ту свою мотивацию, с которой вы пришли. Да? Вот, в роли координатора, если вы будете, и потом поменяться с партнером. Давайте наши все-таки поддерживающие аплодисменты врачам, которые работают. Спасибо. 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 Спасибо.